Делаю небольшую инструкцию по пульту с дисплеем CutterWheel. Для начала запускаем коляску. При запуске нужно выбрать колесный или гусеничный режим. Для этого нажимаем либо вверх, либо вниз. Нажимаем вверх. Выбирается колесный режим. После того, как коляска перейдет на колеса, она сейчас на колесах, она переходит в главный дисплей. Здесь в серединке должно отображаться, в каком режиме находится коляска. Итак, по порядку. Чтобы выбрать опять колесный или гусеничный режим, нажимаем кнопку режим, то есть это вот эта левая кнопка. Возвращаемся в это меню. Соответственно, если нажмем назад, коляска перейдет на гусеницы. Можем просто нажать далее, чтобы вернуться. Самое главное. Вот красным сейчас здесь горит цифра 5. Это значит, мы сейчас находимся на пятой скорости. То есть это максимальная скорость 5 км в час. Соответственно, можем увеличить, нажимая кнопки вверх-вниз, максимум до 8 км в час. То есть максимальная скорость коляски будет около 8 км в час. Или уменьшить. Нажимая кнопку вниз, соответственно, минимально можем сделать 2 км в час. Вот. Теперь здесь у нас получается, отображается нагрузка на каждый двигатель. Соответственно, вот мы когда едем, у нас получается, здесь начинает отображаться нагрузка на каждый двигатель. Здесь в амперах показывается, какая действительно сейчас на данный момент нагрузка. Вот этот значок, это означает режим фар, что сейчас мы на ближнем свете. Как изменить режим фар, об этом поговорим чуть попозже. Значит, здесь у нас отображается текущее время. Здесь температура окружающей среды. Здесь отображается давление окружающего воздуха. Значит, здесь у нас отображается уровень зарядки батареи. То есть сейчас он чуть меньше половины. И отображается здесь приблизительный остаток в километрах в час. Значит, извиняюсь, остаток в километрах, значит, сколько примерно еще коляска сможет проехать. Вот здесь в самом центре у нас два километража. То есть первый из них это сбрасываемый километраж. Вот 0,01 это означает, что это в километрах. То есть 0,01 это получается пробег 10 метров у нее сбрасываемый. А сверху получается 10. Это значит 10 километров с момента выпуска коляски. Вот верхний километраж, он, соответственно, не сбрасываемый, а нижний не сбрасываемый. Вот, соответственно, также при движении на этом спидометре отображается текущая скорость коляски. Вот, например, сейчас начинаю двигаться. Вот, и вот сейчас там около 1 километра в час он начинает показывать. Вот, соответственно, теперь по меню и по настройкам, какие здесь есть. Да, вот я говорил о том, что изменяется режим фар. Здесь отображается, вернее, режим фар. Как его изменить? Заходим в меню. Значит, вот режим фар. Нажимаем выбор. И можем выбрать либо это дальний свет, либо это аварийный сигнал, когда моргает, либо вообще отключить. Вот, сейчас я вот на дальний свет переключусь. Нажимаю назад. Вот, и здесь у нас теперь отображается, что мы на дальнем свете. Следующее окошко называется настройки сидения. Значит, переходим в настройки сидения. И теперь вот кнопочками назад и вперед мы можем отрегулировать угол наклона сидения от 4 градусов примерно до 13 градусов. Выходим. Значит, следующее. Крен и тангаж. Это информационное окошко, которое отображает текущие углы наклона коляски. Крен это наклон коляски на бок, влево-вправо, а тангаж это наклоны коляски вперед-назад. Здесь ничего не регулируется. Это информационное окошко. Далее. Нажимаем сброс пробега. То есть, это как раз тот самый сбрасываемый пробег. Нажимаем выбор. Это значит, сейчас пробег обнулился. Чтобы проверить, в главное меню выходим. Вот здесь у нас теперь все по нолям. Соответственно, если нам нужно куда-то поехать и узнать, какое расстояние это занимает, мы ориентируемся по этому километражу. Так, далее. Настройка яркости. Это настройка яркости дисплея. Здесь, соответственно, можно сделать дисплей более тусклым или более ярким. Следующая настройка сигнала. Это сигнал, имеется в виду именно вот этот вот гудок. Его называют горным. Он, соответственно, можно сделать высоким. Ну, или очень высоким. Значит, кому как нравится. Далее спускаемся в ручной режим. Значит, ручной режим у нас используется только в крайних случаях, когда нам нужно, чтобы системы безопасности не срабатывали. Ну, например, когда нужно загнать коляску в багажник автомобиля и нужно, чтобы она на гусеницах работала не в автоматическом режиме, а в ручном. Соответственно, использование коляски в ручном режиме с пассажиром строго запрещено. Ручной режим, соответственно, когда используем, нужно быть очень внимательным, нужно понимать, что вы делаете. Так как системы безопасности отключены и кресло, например, может въехать в гусеницы, если вы этого не заметите, например. Далее, настройка времени. Это, соответственно, настройка вот этих вот часов. Здесь она, в общем, настраивается. Далее, настройка языка. Для выбора доступно на данный момент три языка. Русский, английский или испанский. Выбираем, какой нам нужен. Далее, информация об устройстве. Здесь отображается год выпуска устройства, модель устройства и текущие прошивки, установленные на электронику. Так, и последний пункт меню. Это настройка джойстика. Это имеется в виду именно чувствительность джойстика. Соответственно, минимальная 1, максимальная 5. Чувствительность джойстика, она влияет на ускорение и торможение. Соответственно, чем больше чувствительность, тем больше будет ускорение, тем более быстрый разгон будет, тем более коляска будет отзывчива на изменение положения джойстика. Но при этом коляска становится более дерганная, поэтому каждый человек настраивает этот параметр под себя. Как правило, делается это только один раз под индивидуальный стиль езды. Ну, на этом, пожалуй, всё. Спасибо за внимание. Всем пока.